Какие события происходили на минувшей неделе и как они повлияли на жизнь тольяттинцев? Здравствуйте, в эфире программа «Обозреватель» в студии Яна Левина и коротко о главных темах выпуска. Тольятти стал центром большого и важного события. Впервые в нашем городе прошел совет Приволжского федерального округа. В центре внимания – развитие массового детско-юношеского спорта и физической культуры. Участники форума, главы регионов ПФО, побывали и на Автовазе. Здесь им рассказали о планах развития предприятия и познакомились с линейкой специальных автомобилей «Лада». Финал насыщенного дня, турнир по баскетболу на Кубок Полпреда президента в Приволжском федеральном округе. Он прошел физкультурно-оздоровительном комплексе «Союз», который совсем недавно распахнул свои двери для спортсменов. День защитника Отечества, когда неуважение людям в военной форме. В Тольятти прошла череда торжественных и праздничных мероприятий. И зимний Грушинский в Тольятти. Как живет, развивается авторская песня. В чем магия поэзии под гитарный аккомпанемент. Доступный для всех массовый спорт высоких достижений. Спорт как основа здоровья нации. Об этом много говорили на минувшей неделе в Тольятти. Впервые наш город стал центром важного всероссийского мероприятия. Именно здесь у нас прошло заседание Совета Приволжского федерального округа по развитию массового детско-юношеского спорта и физической культуры. Совет возглавил полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Высоких гостей, среди которых были федеральные министры, депутаты Госдумы, губернаторы регионов ПФО и прославленные спортсмены, встречал глава Самарской области Дмитрий Азаров. Среди гостей звезды спорта. Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов, дзюдоист-олимпийский чемпион Тагир Хайбулаев и многие другие. Главная тема – развитие детского спорта и физической культуры. Регионы обменивались опытом и успешными наработками. Самарская область стала местом проведения Совета не случайно. Наш регион успешно провел ряд крупных мероприятий, таких как чемпионат мира по футболу, российско-китайские молодежные летние игры и многие другие. О том, как прошел Совет и о чем именно говорили гости со всей страны, мы расскажем подробно чуть позже. А начался визит высоких гостей в Тольятти с посещения крупнейшего автопредприятия страны – АвтоВАЗа. Гостям рассказали о том, как развивается наш завод. И здесь еще раз надо напомнить, что уже в апреле мы будем отмечать юбилей первого автомобиля – 50-летие со дня выпуска ВАЗ-2101. Мои коллеги расскажут подробнее, как прошла встреча на АвтоВАЗе. Им слово. В ходе визита обсуждались как долгосрочные перспективы развития АвтоВАЗа, так и краткосрочные планы, в частности, празднованием 50-летия выпуска первого автомобиля «Лада». Гостей приветствовал президент АвтоВАЗа Ив Каракадзанес. Глава компании отметил, что предприятие является лидером российской автомобильной индустрии и добилось рекордной за последние 8 лет доли рынка от 20,6%. «Лада Гранта» занимает первую строчку в рейтинге продаж в России. На втором месте «Лада Веста». Хорошим спросом пользуются «Лада Ларгус» и «Х-Рэй». Отдельное внимание президент компании уделил линейке специальных автомобилей. Почти четверть наших продаж в 2019 году приходилось на корпоративные продажи. Наш ассортимент коммерческих и специальных моделей прекрасно отвечают требованиям федеральных и региональных программ, направленных на повышение доступности медицинской помощи, социальной защищенности людей с ограниченными возможностями, обеспечение полиции и других специальных служб доступными, но безопасными, комфортабельными и надежными транспортными средствами. Руководителям регионов ПФО продемонстрировали линейку специальных автомобилей «Лада». Экспозиция была представлена в холле завода управления. Основной объем специальных машин был представлены различными модификациями «Лада Ларгус», который уже служит во многих уголках России и ближнего зарубежья. Среди представленных моделей на базе «Лада Ларгус» автомобиль для скорой медицинской помощи, для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, машины для кинологической и ветеринарной службы. Также делегацией были показаны два пикапа полурамной компоновки на базе «Лада Гранта» и «Лада 4х4». В федеральной программе идет комплектация. Мы по региональной тоже докупаем, передаем. Мы и «Гранты» передали полиции. Далее делегация посетила производство сборки автомобилей на платформе «Б-0». Гостям продемонстрировали, как собирают модели «Лады» на современной производственной линии. Линия «Б-0» сегодня – это одна из трех линий «Автоваза». Здесь выпускаются автомобили двух брендов «Лада» и «Рено». Всего 12 моделей. Мощность линии – 280 тысяч автомобилей в год. В среднем каждую минуту с конвейера сходит один автомобиль. Участники визита также получили возможность протестировать современный модельный ряд «Лада» на испытательном треке. Полпредпрезидентов ПФО Игорь Комаров первым сел за руль «Лада Веста Спорт». Динамично и хорошее управление. И многие говорят, что, в принципе, отличает сейчас «Весту». То, что она очень послушная и, в общем-то, очень понятная в управлении и комфортная. Поэтому, ну и по скорости, конечно, тоже есть. Есть, в общем-то, от чего получить удовольствие. Очень достойные машины. Так губернатор Пензенской области Иван Белозерцев после тест-драйва отозвался о современных автомобилях «Лада». Проехал на одной машине, на второй. Мне очень понравилась. Очень приемистая машина. Держит дорогу, очень быстро набирает обороты. Комфортно за рулем «Лады» чувствовал себя и глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев. Я человек, который в своей жизни изъездил не менее 20 «Жигулей». Я могу сказать, что эта машина совершенно другого качества, прием. Я пробовал набирать скорость с повышающей до пятой передачи. Пробовал тормозить коробкой, снижал, на вторую выходил. В поворот бросал, хорошо держит дорогу, устойчиво. После проведенного тест-драйва многие главы регионов отметили, что автомобили «Лада» отлично подходят как для реализации государственных программ, так и для личного пользования. Отмечу, программа пребывания гостей в Тольятти была очень насыщенной. Известные спортсмены вместе с государственными чиновниками высокого ранга до начала Совета Приволжского федерального округа побывали в музее «АвтоВАЗа». Гости познакомились с историческими моделями, спортивными разработками и концепт-карами «Лада». Увиденное гостей впечатлило. К слову, в эти дни музей отметил очередную годовщину. 44 года назад, 24 февраля, он принял своих первых посетителей. Нива была самая популярная для сельского хозяйства, для руководителей, да и в частном секторе, очень проходная, очень комфортабельная. Тепло, уют. Она там по-любому бездорожью проскайпует. Она и сегодня популярная, потому что до сих пор есть клубы любителей русской Нивы во многих-многих европейских странах и в Америке. И даже в Японии. Это единственная машина, которая в Японии подавалась. Нам есть чем гордиться. Приятно, что мы здесь. Очень интересно, познавательно. И, зная традиции, надеюсь, что мы будем жить и видим прекрасные перспективы. Я первый раз в этом музее, первый раз в Тольятти, первый раз в автомобильном заводе, хотя очень много слышал, очень много принимал участия в поддержке этого уникального завода, который в ближайшее время выпустит уже 30 миллионов автомобилей. Это, на самом деле, завод, который выпускает народный автомобиль. Он так ассоциируется в нашем, не только российском, но и близлежащем государстве. Я недавно был в командировке в Азербайджане. Там самые популярные автомобили. Это Нива в гордой части Азербайджана. И очень много удивительных явлений. Видел копеек, которые отремонтированы, реставрированы, они покрашены, они в таком идеальном состоянии. Занятие спортом – это не просто самый популярный вид досуга у детей и у взрослых. Это тренд времени. Федеральный проект «Спорт. Норма жизни» входит в нацпроект «Демография». Его задача – увеличить число граждан, регулярно занимающихся спортом, до 55% к 2024 году. Карате, футбол, бокс, хоккей, фигурное катание и множество других направлений сегодня действительно развиваются стремительно. Детей стараются отдавать в спортивные секции как можно раньше. В Приволжье сейчас больше 40 тысяч различных клубов, которые работают с детьми и молодежью. Как привлечь к спортивным занятиям еще больше людей? Своим опытом друг с другом делились представители областей и республик округа. Какие спортивные проекты и разработки Самарской области могут оказаться полезными и нашим соседям? Об этом далее. Развитие спорта для нашего региона – одно из приоритетных направлений. Успехов в этой области немало и нам действительно есть чем гордиться. Ряд современных разработок в области спорта был представлен на выставке «Достижения региона», которая прошла в Жигулевской долине. Вот эти специальные тренажеры позволяют выявить у ребенка предрасположенность к тому или иному виду спорта. Например, на этом симуляторе можно пройти специальный тест на способность к боксу. Передо мной сейчас находится кибертренер, который начинает по мне наносить удар. И я, соответственно, начинаю совершать защиту корпусом. Это происходит, когда я одеваю шлем. И он работает в секторе 360 градусов. К слову, наша область единственная в ПФО является пилотным регионом, на территории которого реализуется проект «Стань чемпионом». Дети от 6 до 12 лет могут пройти бесплатное тестирование, которое определяет, какой вид спорта больше всего подходит ребенку. Программа полностью автоматизирована. У нас в программе свыше 130 тестов ребята проходят. И, соответственно, после этого заключение сразу же отправляется на электронную почту родителям, заявителям. В Самарской области повсеместно строятся физкультурно-оздоровительные комплексы. В Тольятти уже сдан ФОК «Союз». Еще несколько спортивных центров в стадии проектирования и строительства. Строятся в нашем регионе и спортивные площадки, которые, кстати, открывают специально во дворах для удобства детей. На таких площадках работают более 300 инструкторов по всей области. Это была инициатива губернатора Дмитрия Азарова. В большинстве регионах эта практика отсутствует. В Самарской области поддерживают массовые турниры и состязания. Их, к счастью, огромное количество. Школьная баскетбольная лига «Кэсбаскет», волейбол в школу, мини-футбол, кожаный мяч, золотая шайба и многое другое. Своим успешным опытом проведения больших спортивных мероприятий и в целом программы развития спорта наш регион делился с другими областями во время проведения Совета ПФО, который провел полпредпрезидента Игорь Комаров. Детский и юношеский спорт – это и наше будущее, это и здоровье нации, и основа выполнения тех непростых задач, которые перед нами стоят. И надо сказать, что сегодня было очень такое, я бы сказал, живое обсуждение. В Орне очень много вопросов, проблем поднималось совершенно из различных сфер. И начиная от доступности спортивных сооружений и подготовки кадров и в крупных городах, и в сельской местности, как содержать спортивные сооружения, как оптимизировать их использование, как сделать максимально доступными занятия спортом для различных категорий населения. Мы собрались не в столице региона, но в город Тольятти, город славных спортивных традиций. Я рад, что была возможность ознакомиться и с крупнейшим предприятием региона, автовазом. Этот год особенный для города Тольятти. Все горожане отмечают 50-летие первого автомобиля, который мы будем отмечать в апреле. И всех вас приглашаем в том же составе, принять участие и разделить с нами этот праздник. «Задача сегодняшнего нашего совета сделать так, чтобы мы создали условия. Для этого у нас, по-моему, есть хорошая перспектива. Я готов участвовать и быть полезным для того, чтобы спорт у нас развивался». С прошлого года во всех регионах Приволжского федерального округа реализуется федеральный проект «Спорт. Норма жизни», который входит в нацпроект «Демография». Его главная задача – заинтересовать спортом как можно больше жителей страны. В нашем округе спортивное направление традиционно одно из самых сильных в России. Свидетельством этого является то, что регионам, расположенным в пределах округа, доверяется проведение соревнований самого высокого международного уровня. Напомню, что в 2018 году республики Татарстан, Мордовия, Нижегородская и Самарская области принимали игры Чемпионата мира по футболу. Хотел бы поблагодарить рабочую группу под руководством губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова, которая проделала большую работу по обобщению, подготовке информационно-аналитических материалов к нашему совету. Благодаря этому мы понимаем состояние развития физической культуры и спорта в регионах округа и можем определить перспективные цели, дать рекомендации органам государственной власти и общественным организациям. Государственная политика направлена на то, чтобы нация была здоровой, сильной, физически развитой, работоспособной. Поэтому очень важно, что спорт будет одной из основных и главных действующих направлений нашей страны. Участники заседания Совета Приволжского федерального округа пришли к общему мнению, что основой детского спорта должны стать школьные спортивные клубы. Сегодня они работают на базе 44% образовательных учреждений региона. Если говорить о развитии спорта на базе вузов, то в ПФО физкультуры занимаются 85% студентов. За последние три года в округе доля институтов, которые имеют спортивные клубы, увеличилась сразу в два раза. В Тольятти всегда являлась кузницей подготовки спортсменов высокого уровня. И у нас сегодня из базовых видов спорта 22 направления развиваются очень бурно. И имеется 14 спортивных школ, в которых занимается 15 тысяч детей. С надеждой смотрю в будущее, что построят гимнастический зал, центр гимнастический. Поэтому для меня это, конечно, очень важный, ключевой момент в моей жизни. Потому что помимо еще олимпийских наград, мне бы хотелось, чтобы я что-то хорошее еще оставил для города, для региона. Начинать надо с себя. Спорт – норма жизни. Мы это можем сделать плакатом, а можем просто ввести в свою личную культуру, в культуру трудового коллектива и в культуру наших позитивных корпоративных отношений. Если в 90-е годы по официальной статистике массовым спортом занимались в среднем 15% населения страны, то за 20 лет произошел большой и качественный скачок. Более 40% жителей России на сегодняшний день активно занимаются физической культурой и спортом. И радует, что эта тенденция к здоровому образу жизни в нашем обществе растет. Завершился этот насыщенный день финальной игрой турнира по баскетболу на Кубок Полпреда президента в Приволжском федеральном округе. Символично, что она прошла в физкультурно-оздоровительном комплексе «Союз», который совсем недавно распахнул свои двери для спортсменов. И это первое крупное спортивное событие на этой арене. В турнире принимали участие 14 команд. В финал вышла команда Самарской области, большинство игроков которой были из нашей баскетбольной дружины «Красные крылья». Поприветствовать участников и поздравить финалистов с победой приехали полпред Игорь Комаров и губернатор Дмитрий Азаров. На месте события также работала съемочная группа. Все подробности у моего коллеги Юрия Соколова. Павел Репнин занимается баскетболом с шести лет. Сегодня он мастерски владеет мячом один из основных игроков Тольяттинской юношеской команды «Красные крылья». Каждой игре Павел старается показать свой максимум. Баскетбол считают самым красивым и увлекательным видом спорта. Тем более, что в Тольятти для его развития создаются все условия. Самым современным стандартам соответствует и новый спорткомплекс «Союз». Паркет очень хороший. Игрокам хорошо сцепление кроссовок. Но и главное, не скользит кроссовки по паркету. Больше времени, больше тренировок в этом зале будет, наверное. Боевой настрой у всех ребят в команде Самарской области. Не случайно они победили в большинстве матчей турнира и вышли в финал соревнований. Поклонников баскетбола в нашем городе немало. И тренеры, и игроки стараются оправдать их ожидания. Возраст играет такой, который и не маленький, и не совсем больший. Для них, во-первых, они играют с душой, с эмоциями. Во-вторых, они уже играют качественно. Они играют качественно, многие вещи по-мужски делают. Мы приятно удивлены тем, что очень хорошего качества зал. Потому что обычно, все-таки, не всегда делают во всем все на 100%. Здесь и разметка, и сами размеры его полноценные. Сегодня в Тольятти много делается для развития массового и профессионального спорта. Совсем недавно открыт этот современный физкультурно-оздоровительный комплекс «Союз» с идеальным залом для занятия баскетболом и другими видами спорта. Спорткомплекс был построен менее чем за год по программе «Спорт. Норма жизни» на спроекта «Демография». Перед началом финального матча глава Тольятти Сергей Анташев лично проверил состояние баскетбольного поля и забросил несколько мячей в корзину. Посмотреть финальную игру также приехали полномочные представители президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и главы других регионов округа. Мы очень любим баскетбол, любим его смотреть и завидуем тем, кто хорошо в него играет. И я думаю, что сегодняшние соревнования, в которых участвовали в собрании команды всех регионов Приволжского округа, они будут и ярко запомнятся вам, и будут яркой памятью вашей жизни. Юношеский турнир по баскетболу на призы Палпреда президента России в Приволжском федеральном округе в этом году прошел впервые. На Тольяттинской баскетбольной площадке собрались 14 команд со всего округа. Мы обсуждали сегодня вопрос о развитии детского массового спорта. Это значит, что мы приняли решение, которое будет способствовать развитию спорта и физкультуры в нашей стране. А значит, все новые и новые поколения мальчишек и девчонок будут получать прекрасные залы для занятия спортом, легкоатлетические манежи, бассейны, ледовые дворцы. Все игроки этого турнира – 13-14-летние юноши. Самарскую область в соревнованиях представила тольяттинская команда «Красные крылья». Именно тольяттинцы со счетом 17-12 в финале обыграли команду из Кировской области и стали абсолютными чемпионами. Кубок и медали ребятам вручил Палпред Игорь Комаров и глава региона Дмитрий Азаров. Юрий Соколов, Александр Туровский, программа «Обозреватель». И теперь подробно о других темах. Новый состав городской думы будем выбирать по-новому. На очередном заседании Тольяттинского парламента депутаты рассмотрели вопрос, связанный с корректировкой устава нашего города. Такая необходимость возникла в связи с изменениями в федеральном и региональном законах. Ключевое изменение – отказ от смешанной системы выборов, при которой депутатский корпус формируется из кандидатов по одномандатным округам и по спискам политических партий. Именно так до сих пор проходили выборы. Переход на новую мажоритарную систему означает, что для победы любому кандидату достаточно набрать простое большинство голосов. А из уточнения мажоритарная система относительного большинства следует, что таких голосов не обязательно должно быть больше 50%. И вот как прокомментировал это решение председатель Тольяттинской думы Николай Астудин. Самарская губернская дума приняла закон о переходе на другую систему голосования. То есть не будет голосования по партийным спискам, будет голосование только по одномандатным округам. Мое личное мнение, так, и округа будут меньше, и доступность депутата будет выше, и его возможности общения с избирателями будет выше. И мне кажется, что и значимость депутата будет выше, потому что на большом округе сложно организовывать эту работу. Вот сегодня и мы всегда говорим на думе, что надо конструктивно работать, независимо от партии, на благо, на развитие нашего города, на те запросы, которые ждут от нас избирателей. Переход на мажоритарную систему фиксируется в уставе Тольятти сейчас, но действовать эта норма будет лишь в отношении следующего состава городской думы. Депутатов мы будем выбирать в 2023 году. И по процедуре поправки в устав должны сначала пройти общественные слушания, не намеченные на 25 марта этого года. Мужество и отвага. День защитника Отечества 23 февраля мы отмечаем ежегодно как дань уважения людям в военной форме. На торжественном вечере, который прошел в Тольятти, чествовали ветеранов и действующих военнослужащих, юных кадетов и родственников погибших солдат. Доблестных защитников наградили высшими государственными наградами – медалью Жукова и Георгиевским крестом четвертой степени, а также вручили почетные грамоты и благодарности от губернатора Самарской области. Особая благодарность на праздники звучала в адрес ветеранов. Кроме теплых слов, они удостоились специальной награды – юбилейной медали 75 лет победы в Великой Отечественной войне. Мы чествуем ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, которые являются для нас живым примером доблести, сплоченности и отваги. Мы искренне благодарим за мужество участников боевых действий, солдат и офицеров, которые верным служением России обеспечивают безопасность, обороноспособность и мощь и единство нашей страны. А в парковом комплексе истории техники Мини Сахарова в рамках общественной акции «Время Тольятти-2020» прошел фестиваль «Мужские игры». Информационными партнерами фестиваля стали телекомпания «Лада Меди» и канал «Тольятти-24». С Днем Защитника Отечества горожан поздравили представители администрации города и депутаты. День Защитника Отечества – действительно всеобщий праздник. И в трудную минуту всегда наш народ оказывал самоотверженность и преданность своему государству. Это очень важно, потому что нет ничего дороже Отечества. И сегодня мне хотелось, поздравляя вас с праздником, пожелать, конечно, в первую очередь всем мирного неба, благополучия, здоровья и успехов. О других событиях минувшей недели далее в нашем коротком обзоре. В Самаре обсудили перспективы развития цифровой медицины. Областную столицу с рабочим визитом посетил заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генерального Совета Единой России Андрей Турчак. Вместе с губернатором Дмитрием Азаровым он провел в Самарском государственном медицинском университете совещание по развитию цифровой медицины. Андрей Турчак отметил, что сегодня в большинстве субъектов Российской Федерации набор услуг с применением телемедицинских технологий серьезно ограничен. Чтобы снять эти проблемы, разработаны поправки в федеральный закон об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации. Чтобы врачи могли в полной мере использовать телемедицинские технологии, проводить медицинский осмотр, ставить предварительный диагноз и назначать лечение. Глава региона Дмитрий Азаров в свою очередь рассказал, что Самарская область активно включилась в реализацию национального проекта «Цифровая экономика». Благодаря нацпроекту удалось существенно продвинуться в вопросе улучшения оказания качественной медицинской помощи. В Академии футбола имени Юрия Коноплева доставили трактор для ухода за газоном, новые автобусы и спортивную экипировку для спортсменов. Все это стало возможным благодаря поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова после его летнего визита на футбольную базу. Тогда глава региона пообещал оказать поддержку по улучшению материально-технической базы Академии. Напомним, в конце прошлого года на средства областного бюджета было установлено новое футбольное поле. Сейчас решается вопрос о проведении ремонта гостиницы. В Тольятти завершился прием заявок на конкурс творческих работ, посвященных 50-летию автоваза и выпуску первого автомобиля. Нужно было написать историю в прозе, стихах или рисунках по воспоминаниям родных, чья судьба связана с автовазом. С этим заданием справились больше 300 воспитанников детских садов и учащихся образовательных учреждений. Торжественная церемония награждения пройдет в апреле в канун даты празднования выпуска первого автомобиля. А перед этим в жюри конкурса предстоит выбрать лучших из лучших. В Самаре и Тольятти в эти дни проходили концерты Зимнего Грушинского фестиваля. Авторская песня – это тот жанр, поклонникам которого не хочется расставаться ни на минуту, даже если время песен у костра под гитару еще не пришло. Большой гала-концерт участников фестиваля состоялся в зале Дворца культуры Тольятти Азот. К нам приехали мэтры авторской песни Александр Городницкий, Галина Хомчик, Лариса Брохман – молодые авторы, которые работают сегодня в этом жанре. Наша съемочная группа также прониклась романтикой бардовской песни. Подробнее о концерте в нашем следующем материале. Им бы мяч весь день гонять, дергать девочек за косы, и модели кораблей приучать крутой волне. Кто сказал, что бардовская песня – это палатка, костер, узкий круг посвященных и обязательно на природе. И это неправда, что песни под гитару, акустику в стиле туриста-поэта о любви и жизни понимают лишь избранные. Зимний Грушинский в очередной раз разбил стекло непонимания, собрав в зале, а не в лесу, на поляне, обычных горожан, которые просто любят музыку, даже без ритуальных костров и посиделок под соснами. Это концерты. Концерты – это праздник для жителей Тольятти, для жителей Самары. И этот праздник всегда вливается в такое тоже как бы общение людей, которые любят бардовскую песню и песню вообще. Зимний Грушинский сегодня и всегда – это не просто песни с душой и для души. Это еще и целая череда атмосферных событий. В этом году, кроме помимо главных концертов в Тольятти-Самаре, в Автограде в ТГУ была организована тематическая выставка, посвященная, конечно, Грушинскому. И, безусловно, песне. Я состарюсь точно на диване, на диване с книжкою в руках. У девчонок есть Сережи в ванне, у меня с Сережами никак. Один из девизов зимней груши – сверим песни. Концерты бардов зимой действительно в чем-то можно назвать генеральной репетицией перед большим летним Грушинским фестивалем. На зимней площадке можно обкатать и новый стихотворный материал, и повспоминать уже проверенные временем песни. Они проникают прямо в сердце, скажем так, и мне очень нравится, я не знаю, они создают домашнее тепло. Нам очень нравится, мы с удовольствием слушаем и уже известные песни, особенно нам понравились вот эти новые выступления, гости из Уфы, из Тюмени. Главный зимний грушинский галоконцерт в Тольятти прошел 23 февраля, и собрал он никак не меньше, чем мастеров своего дела. На сцену вышли Андрей Городницкий, Роман Ланкин, Галина Хомчик и Валерий Боков. Профессионалы, авторы те, кто и сочиняет, и поет. В общем, было душевно и тепло, как летом у костра с гитарой. Авторская песня – это не просто хобби или развлечение на день, это состояние души, это направление жизни. Да, мы живем в век капитализма, и сегодня можно купить и продать все. Бардов это не могло не коснуться, однако воодушевляют здесь главное. Грушинцы, поэты, гитаристы, вокалисты, их зрители и поклонники всегда будут интуитивно сторониться оголтелой коммерциализации бардовской песни. Это на подсознательном уровне, ведь нельзя просто так взять и продать песни, потому что в каждой песне часть души. Василий Логинов, Никита Беляев, Александр Туровский, программа «Обозреватель». Участники этого замечательного концерта накануне побывали в нашей студии и рассказали о том, как живет и развивается авторская песня. Чем так притягателен для нас Грушинский фестиваль. Он давно уже вышел за рамки Самарской области. Это настоящее культурное достояние всей нашей страны. Грушинский фестиваль – это, во-первых, атмосфера. И люди едут, даже не за песнями большинство, а для того, чтобы окунуться в эту атмосферу. Атмосферу человеческого тепла, дружбы, общения прекрасного. А песни уже здесь постольку поскольку. Это тоже надо иметь в виду. Программу с участием звезд Грушинского фестиваля смотрите в эфире ВАЗ-ТВ «Итальятти-24» уже в этот четверг вечером. И на этом все. Спасибо, что смотрите «Обозреватель». Мы всегда держим вас в курсе главных событий. С вами была Яна Левина. Удачной недели. Редактор субтитров А.Семкин